Всех приветствую! Сегодня в видео пойдет речь про кронштейны и про варианты установки разных характерических прицелов на оружие. Итак, давайте, наверное, по порядку. Сейчас у нас есть какие-то кронштейны, которые ни к чему не прикручены. Разберем их. Не все такими кронштейнами пользовались. Кто-то их видит в первый раз в жизни. Немножко на них остановимся. Итак, вот это два американских кронштейна. Это кронштейн с защелкой Бобра от компании Бобра. Это кронштейн Зеро Дельта. Но вот эти же кронштейны у нас используют и любят компании Триджикон. Вот, отличаются тем, что здесь у нас есть стопор и защелка, которая открывается, скрывается. То есть там одного движения достаточно, чтобы зафиксировать кронштейн. Причем эта защелка саморегулирующаяся под разную ширину вивера. То есть она закрывает и все, не надо ничего регулировать, не подстраивать и так далее. Вот, здесь у нас по принципу прищепки. То есть мы нажимаем, кронштейн открылся по всей плоскости. Вот в таком виде он надо. Открылся, захватил вивер, закрылся. Ружье прицел держится на нем. Дальше мы от руки подкручиваем фиксирующий винт, который зажимает кронштейн и уже не дает ему ни открываться, ни двигаться, ничего. Он двигается по этим двунаправляющим. Вот. Данный кронштейн тоже не надо регулировать под ширину вивера. Он получается у нас саморегулирующийся при затяжке. Вот. Также удобно, потому что мы не потеряем ни один винт. То есть видим, да, у него есть стопор. То есть вот мы открутили, и все, дальше открутить не можем. Дальше мы только двигаем его. И, соответственно, дальше закрутили до упора, без фунатизма. Вот. И у нас прицел зафиксирован. Вот. Оба эти кронштейна повторяют СТП при их использовании. Это у нас американские кронштейны. Американским кронштейном можно отнести еще вот кронштейн наподобие Ларю за щелок. Единственное, он такой, это военный у нас Элкан. Полтора на шесть кратности с сеткой 223. Наши поставщики удаляют с них серийные номера, чтобы особо сложно было найти, откуда он был куплен. Вот. Здесь кронштейн Ларю с такими задвижками. Вот. От обычного Ларю он отличается тем, что есть вот такие металлические пластины. Вот. Эти пластины защищают вивер от протирания за щелками. То есть, если мы просто обычный кронштейн Ларю будем ставить на алюминиевые виверы, например, там, АР-15, то очень быстро эта за щелка протрет алюминий, особенно если будем снимать, ставить. Вот. И в нем останутся такие борозды. Здесь у нас, так как прицел армейский, рассчитан на установку именно как раз на алюминиевые виверы, АРК, они добавили вот такие вот подложечки металлические. С одной стороны, хорошо, они защищают вивер, с другой стороны, очень неудобно его ставить на оружие, особенно в каких-то, не знаю, там, условиях с недостаточной освещенностью, на скорую руку и так далее. Потому что вот эти за щелки надо обязательно держать в открытом стане, чтобы они под собственным весом опрокинулись сюда. вот так ставить на вивер, вот, соответственно, только потом закрывать за щелки. Потому что если мы будем ставить вот так, например, либо вот так, они под собственным весом падают вниз и не дают завести сюда вивер. То есть неудобно это делать, потому что вивер надо сначала подсунуть сюда, а потом заложить под эти за щелки, и потом уже эти за щелки зафиксировать зажимами. Вот, то есть такой кронштейн своеобразный, по-быстрому снять, поставить его без определенных навыков не получится. Ну, отложим американский кронштейн. А, вот еще мы можем показать. Тоже относится к американским кронштейнам. Компания American Defense дает пожильную гарантию на свои кронштейны. Данный кронштейн, в отличие от предыдущих, необходимо регулировать под ширину вивера. Для регулировки его надо полностью открыть, надавить на него, и дальше вот этим штиграничком мы регулируем по степени зажатия, в зависимости от ширины вивера. При зажатии у нас захлопывается защёлка. Чтобы по следующему открыть, нужно сначала нажать защёлку, чтобы она приподнялась, и потом, соответственно, кронштейн у нас открывается. Степень зажима мы регулируем за счет удлинения и укорачивания вот этой средней направляющей, в которой есть резьба и гаечка, которая как раз регулирует. Тоже кронштейн сделан таким образом, что никаких деталей нет, которые можно было бы потерять и остаться вообще без кронштейна. Ну, только если вот эту гайку мы будем регулировать там в сплошной темноте и выкрутим её полностью. Так, теперь к европейским кронштейнам. По американским кронштейнам у нас их доставать, покупать, привозить становится всё сложнее и сложнее. То есть, скорее всего, в ближайшее время их уже и не будет у нас, поэтому можно про них условно забыть. Так, немцы тоже не особо хотят нам поставлять вот эти изделия, но вот с окольными путями как-то это всё едет, приезжает. Итак, у нас посмотрим вот эти два вида. Лучше вот эти два. Оба кронштейна подвивер, но у них совершенно разные защёлки. Здесь классическая защёлка на маунт с ложком. Открывается при нажатии. Вот. И при фиксации закрываем, она защёлкивает. Вот здесь у нас их новая защёлка. Так, у нас оба блаистовских. Они одинаковые нам. Вот. Под названием Zero. Zero, как я понимаю, появилась, подсмотрев конструкцию закручивания у Zero Delta. Вот. Даже название особо не стали менять. Вот. Но немцы пошли между своим путём. Это не прищепка. Вот. При откручивании у нас подпружинена только часть зажима. Вот это. То есть, когда мы откручиваем, у нас зажим открывается. Дальше мы вкладываем сюда либо блейзер, либо вивер. В зависимости от того, куда у нас идёт кронштейн. И начинаем заворачивать защёлку. Вот. При этом предварительно её надо взвести. То есть, в таком виде она прокручивается. Вот. Нужно взвести её и заворачивать. Вот. До определённого момента она доходит. И дальше срабатывает динаметрический шраповик. Прощёлкивается. То есть, мы её не перетянем больше, чем нужно за счёт вот этого добавленного механизма. Вот. Соответственно, после щелчка заканчиваю прикладывать усилие. И данная защёлка уже считается закручена. Хорошая очень конструкция. Надёжная. Идеально повторяет СТП. Но вот по мне из неудобств то, что он не фиксируется наружу. То есть, его надо обязательно придерживать до последнего момента, пока не захватится защёлка. Например, у этого мы нажали, прислонили, зацепилось, отпустили. Дальше отвергой крутим. Здесь надо придерживать, чтобы всё это у нас не упало. И другая проблема, с которой, например, столкнулся лично я. Вот эти болты у нас не имеют стопора. То есть, вот мы крутим, крутим, крутим. И у нас всё это дело выкрутилось. Представляете, если где-то в темноте у вас выкрутится эта деталька, упадёт она. А самое главное, упадёт сам зажим, в котором ещё две малюсенькие пружинки. Видно, да? Найти её в траве будет нереально. Отдельно продаётся они или нет, не знаю, я не встречал. Но я думаю, отдельно можно будет как-то заказать, купить. Но не факт. Соответственно, это в ближайшем ларьке не купишь. Поэтому, кто пользуется такими кронштейнями, ну, как-то запоминайте количество оборотов, сколько надо сделать, если делаете в темноте для снятия прицела, чтобы не переоткрутить и не потерять сами детали. То есть, моё мнение, что вот эти кронштейны Zero, их надо использовать на прицелы, у которых есть в памяти профили под разное оружие. То есть, то, где вам может понадобиться быстрая перестановка без перепристрелки на другое оружие. Вот, если у вас какой-то дневной прицел без профилей, вот, и вы не собираетесь запоминать количество кликов, сколько раз влево-вправо, там, при перестановке на другое оружие, то я выбрал бы Inamaun с классическими флажками. Вот. Он настраивается под конкретный вивер. Ширину вивера настраивается за счёт вот этого, этих болтов под торкс. Вот. Данная моделька ещё и контрится вот этими двумя потаями после регулировки. И после этого мы просто зажимаем флажки, и всё, прицел установлен. Для открытия, соответственно, нажимаем кнопочки, кронштейн у нас открывается. Угу. Данный кронштейн, сейчас мы возьмём ещё один кронштейн на ривер. Так, вот, для примера, у меня пульсар Talion установлен на кронштейн и на Maunz Zero. Вот, нам для снятия нужно возвести их, открутить, чтобы они вышли, и, соответственно, снять. Вот. Сравним. Кронштейн с флажками, кронштейн Zero. Вот. Кроме типа защёлки, они отличаются ещё тем, что на вот этом кронштейне подвижная база. То есть, расстояние между базами мы можем отрегулировать здесь на всю длину вот этой шины. То есть, можно сделать как короткое, так и максимально длинное расстояние. Это нужно для того, чтобы устанавливать, например, на карабинах, где раздельные базы ривер, нецельная планка, где планки короче, чем стандарт вот этого расстояния на маунта. Вот. Либо где нужно сделать максимальный, ещё более максимальный вылет у прицела. Вот. Также возможен и, наоборот, там контр-вылет в обратную сторону. Кронштейн, если без наклона, его можно ставить как так, так и так. То есть, например, на винтовке по типу R15 иногда бывает, что, наоборот, у нас излишне, очень излишне большой прицел, и его нужно вынести в другую сторону. Соответственно, в таком случае кронштейн можно поставить вот так. Так, что там у нас? А, ещё нюанс. У кронштейна, у которого подвижная база, лапа отдачи, упора, есть на обоих базах. То есть, соответственно, нам нужно хорошо отрегулировать вылет этой базы в зависимости от шага ступенек на вивере. Вот. То есть, сейчас установка заводская у кронштейна, и у нас ступеньки эти не совпадают, поэтому так просто мы установить не можем. То есть, нужно ослабить, отрегулировать, потом зафиксировать, и всё это будет вставать. Вот. Но, соответственно, можно ставить и таким образом. Вот данные два кронштейна, это маунт, они сделаны специально под новинку, под талион. То есть, видим, насколько плотно кронштейн облизывает сам прицел. То есть, это не те кронштейны, где нужно было брать классический, обычный пульсаровский. И к нему, из-за того, что у талиона сама шина смещена к оси, и линза выступает, там накладывать проставку, там и так далее, нет. Они сделали специальный прицел, специальный кронштейн, специальный под талион. С очень низкой посадкой прицела. То есть, на классические карабины, это, ну, на мой взгляд, идеальный кронштейн под установку этого прицела. Вот этот кронштейн, талион, лейзер, зеро, этот кронштейн, соответственно, у нас на вьюер. Вылет прицела очень хорошо регулируется. То есть, сейчас, например, он сделан, установлен практически с минимальным вылетом. Можно еще сдвинуть там на один болт, но, наверное, нет смысла. То есть, на данный момент я считаю, что у нас то, что доступно, то, что есть в наличии, можно пойти купить или там оплатить при РСД, почте и так далее. Это вот кронштейны компании NaMount, немцев, качественные, надежные кронштейны. И самое главное, что они есть в наличии, можно пойти купить. Недавно устанавливал дневную оптику, кратностью 5.25. Вот этот прицел в Сваровский ДС со встроенной автобалистикой. Тоже выбирал кронштейн к нему, но вот остановился именно на таком и на Маунте. Специально прицел заказывал на шине, чтобы не заниматься установкой с кольцами, подгонкой, выстановкой в горизонталь, притиркой, ну и всей вот этой вот семь геморроем, которая связана с кольцами. Сваровский на шине плюс симметричный кронштейн на Маунт на классических флажках. Соответственно, ничего не уступает. Нигде он не будет мешать. Вот, устанавливаться будет как на леворуке болтовой карабин, так и на праворуке. Соответственно, не нужно ничего переворачивать, флажки не выступают. На леворуком карабине выброс гильз идет в левую сторону. Гильза ничего, гарантированно ничего не зацепит. Никакой флажок, ничего. Потому что если гильза на выходе что-то цепляет, она может упасть обратно в лоток. И при следующей подаче у нас будет задержка. Вот, на какой-нибудь загонной охоте задержка может привести к серьезным неприятностям. Сейчас сравним. То есть у нас такой кронштейн получается вообще без вылета. То есть вот он. Две защелки, один упор, четырьмя торксами крепится к шине. По шине можно передвигать вперед-назад. Вот у кронштейна большой релив плюс большой задний окуляр длинный. Соответственно, здесь я его сместил максимально вперед даже. Видим, да? Теперь приближимся по американским кронштейнам, по примерам установки. То есть, например, вот на тепловизионный прицел, опять же, с наличием нескольких профилей. Вот. Нокс-18 установил именно кронштейн за щелкой бобра с короткой базой. Потому что сам прицел миниатюрный. Потому что он используется чаще как гляделка. И при необходимости его можно быстро установить, как основной прицел, как тепловизионную насадку. Либо можно вообще повесить на шлем, чтобы не держать его в руках и использовать дальше как прибор наблюдения. То есть, такое универсальное изделие от компании InVision, которые конкурируют с более старой моделью 3G-Con Skitter X. И там, и там. 640-ая матрица BioSystem. Стартовое увеличение единица. То есть, и тот, и тот прибор можно использовать и как прибор наблюдения. Например, наше скрепление на шлем, там, в паре с ПВС-14. И как один настоящий полноценный прицел со своей маркой. Вот. Азердив можно изменять. Можно быстро снять кошачий глаз. Соответственно, тогда мы можем вставить на оружие с большей отдачей и держать глаз дальше от окуляра. Здесь, видим, установлено уже не стандартное кольцо крепления окуляра, а тюнинговое, которое предотвращает потерю кошачьего глаза. То есть, у кошачьего глаз одевается плотно, и его очень сложно отсюда стянуть. Вот. Если у вас на ПВС-14 стоит стандартное кольцо, или на Noxie, или на Rippie, например, на 3G-Con, то кошачий глаз лучше закрепить какими-то там изолентами, еще чем-то, чтобы его не потерять. Потому что он при первом же там зацепе, за рюкзак, за карман, за одежду, он слетает. Вот. С таким кольцом держится очень хорошо. Кольца такие приехали тоже. Есть в наличии. Соответственно, это у нас нестандартное крепление на Noxie, дополнительно установлено. И первоначально на нем стоял вот такого плана American Defense. Соответственно, призматрический прицел Vortex, Speedfire, 5 крат плюс коллиматор VINOM вот, на крепление American Defense. 3G-Con OCOC 3,5 на 35. Прицел без элементов питания, но при этом с постоянной подсветкой. и саморегулирующейся яркостью метки за счет световода. Вот тоже на таком же креплении стоит, как Noxie. Бобра с защелкой. Саморегулирующийся навивер. Так, Noxie, Alkan уже показывал. Здесь по аналогии с Lario. Вот и сейчас мы еще достанем. Для примера того, какого габарита прицела выдержит у нас кронштейн по типу Zara Delta. То есть, вот этой же фирмы кронштейн, только с маркировкой 3G-Con компанией 3G-Con. На прицеле, который весит около килограмма. Это 3G-Con. Топовая модель типовизионного прицела компанией 3G-Con. Модель Hunter Hunter 2 Самая последняя модель 60-й линзы. Линза самая большая, 60 мм. И видим, какой на нем стоит кронштейн. То есть, по расчету американцев, этого кронштейна вполне хватает для того, чтобы удерживать килограммовый прицел. Опять же, вот с одним барашком закручивания. То есть, вот закрутили, он стоит. Открутили, нажали, он снялся. Все просто. Если сравнить все эти кронштейны, то видно, что наши немецкие друзья, они перестраховываются. То есть, у них все гораздо толще, больше. Если сравнивать, не знаю, даже с этим кронштейном, то есть, этот весит раза в 3 больше. Этот, по-моему, порядка 60 грамм всего весит. Где-то на видео взвешивал. А вот этот грамм, наверное, 200. Видите, 200 с чем-то. Два замка, мощных. Везде добра жесткости. Достаточно много алюминия, да? Кронштейни. Немцы перестраховываются по своим кронштейнам. Ну и кронштейны хорошие, качественные. То есть, на них не страшно вешать. Большой, дорогой прицел, тяжелый. Вот, видно, да? Как сделана налетная конструкция. То есть, для всех, кто хочет хорошо, точно стрелять, не жечь патроны, не думать, что причина там, некачественного патрона, плохой подставки, кривых руках и так далее. То есть, если вы покупаете какую-то, ну, нормальную оптику, тепловизионную оптику, ночную оптику, дневную оптику, позаботьтесь о качественном кронштейне. Не стоит на нем экономить. Потому что с плохим кронштейном вы не получите удовольствия от дорогостоящего прибора, который купили. не сможете быть уверены в том, что вы пристреляли оружие, и оно через несколько снятий, установки, перевозки или какого-то падения, что оно будет стрелять именно туда же, куда вы его пристреляли. По кронштейнам, если будут какие-то вопросы, пишите в комментариях, пишите в личку, пишите в телеграм, AR-15 shop, оружейная барахолка, заходите, подписывайтесь. Общайтесь, задавайте вопросы. До связи!